Здравствуйте, дорогие зрители! Я снова приветствую вас в нашей студии. Меня зовут Владимир Мухин. Я студент третьего курса Института международных отношений. И сегодня, чтобы подробнее изучить такую сложную, интересную, не до конца раскрытую тему, как конец 19-го, начало 20-го века в Казанской губернии, я пригласил кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Хохлова Александра Анатольевича. Здравствуйте, Александр Анатольевич! Здравствуйте, Владимир! Очень рад вас приветствовать в нашей студии. Очень приятно. Александр Анатольевич Хохлов окончил исторический факультет Казанского федерального университета. Аспирантуру в Институте истории Мэрджани Академии наук Республики Татарстан. Кандидат исторических наук. Название диссертации «Протестное движение воспитанников Казанской духовной семинарии в конце 19-го, начале 20-го веков. Причины, формы, специфика». Действительный член Общества по изучению церковного права имени Барсова при Санкт-Петербургской духовной академии. Я знаю, что все студенты любят макароны. Очень быстро, сытно и без проблем. Да, и главное, доступно. Но у нас с вами сегодня непростые макароны. Все-таки мы не студента позвали в нашу студию. Поэтому мы сегодня будем готовить макароны с семгой. Да, и с грибами. Отлично, отличный вариант. Ну, я предлагаю начинать. Сначала мы обжарим на сковороде лук. Потом добавим туда семгу, грибы. И, в конце концов, для сливки. Перемешаем это все. Давайте я на себя возьму лук. Давайте. Ну, начнем, пожалуй, с грибов. Так, если позвольте я... Конечно. Да. Александр Анатольевич, у вас тема кандидатской диссертации – это протестное движение студентов Казанской духовной семинарии. Да, совершенно верно. Но здесь ситуация следующая. То есть, в моем случае, не столько изначально был мой интерес, сколько я любитель архивов. И я долгое время просиживал в архивах, изучая различные фонды. Ну, по крайней мере, тех архивов, которые у нас доступны здесь, в Республике Татарстан. Ну, и наткнулся на интересные фонды, которые, в общем, раскрывают одну из таких, ну, достаточно, будем так сказать, неизученных и нераскрытых сторон. О истории нашего края, если в целом смотреть конца 19-го, начала 20-го веков. Ну, и, наверное, такой части, очень интересной, самой динамичной части казанского студенчества. И, в частности, духовного студенчества, то есть воспитанников духовных учебных заведений. Ну, помимо прочего, собственно, там были и материалы, которые содержали в целом информацию о студентах университета казанского, императорского, да, ветеринарного института, ну, и частично Казанской духовной академии. Как вам кажется, почему вот на изломе, на рубеже эпох студенты были, ну, вброшены, можем так сказать, да, в эту стихию революции? Ну, вы знаете, любое историческое явление, оно носит комплексный же характер, да, то есть здесь нельзя выделить какой-то такой основополагающий фактор и на его основе строить все повествование, то есть дать ответ на такой сложный вопрос. То есть понятное дело, что это было стечение исторических обстоятельств и той социокультурной обстановки, которая сложилась, ну, не только, скажем так, в нашей губернии, хотя и история нашей губернии в этом смысле, имеется в виду Казанская губерния, это такой очень интересный срез с общеимперской обстановки в то самое время и в особенности молодежи, ее характера, потому что, ну, закономерно, что молодежь, она как бы всегда в чем-то была не согласна, да, она всегда стояла на каких-то своих специфических самостоятельных позициях, да, не всегда согласующихся с, будем так говорить, с государственными политическими трендами, но это было время, когда это все стало приобретать такой комплексный характер и в то же самое время, ну, достаточно заметно выходить за пределы некой нормы. Дозволенного. Да, дозволенного, да, оборачиваться не совсем приятными актами. Но почему именно студенты духовной семинарии? Наверное, там все-таки такая своеобразная корпорация, своеобразная политическая мышление, воля консервативная. Нет, нет, как раз таки нет. Ну, вы действительно, Владимир, совершенно справедливо заметили, что, наверное, во всей этой истории протестов российского студенчества, в целом второй половины 19-го, начала 20-го веков, воспитанники духовных учебных заведений Русской Православной Церкви проявили себя, наверное, наиболее ярко и достаточно специфично. С чем это было связано, но, конечно, опять-таки ряд моментов здесь присутствовал, но прежде всего я хочу отметить то, что для самой Церкви это был шок. Это был шок, и это был шок для имперских властей, потому что духовенство Русской Православной Церкви воспринималось как опора правящего режима, опора самодержавия. И мне приходилось знакомиться с жандармскими документами, где не только, например, шло указание на тельные события, но и была попытка их осмысления. Был такой у нас руководитель жандармского отделения Александров, который, или Александров будет правильно, да, который как раз-таки в 1908 году написал пространный обзор в Министерство внутренних дел Российской империи, в котором попытался осмыслить это явление с различных позиций. И ключевой его вопрос был в следующем. Как же так? Студенты духовных учебных заведений, которые более других, обеспечены и имеют перспективу служения, влились в ряды радикалов и стали выдвигать лозунги прямо противные гармоничному развитию России, ее будущему и так далее. Ответить на этот вопрос, как я понимаю, сходу не удалось, но в последующем историки постарались провести анализ и выявить те причины, которые привели к подобным событиям, да, то есть участию воспитанников духовных учебных заведений как в академическом протесте, да, внутри учебных заведений, так, собственно, и в политических процессах, да, и в революционных процессах, которые тогда происходили, в антиправительственной деятельности. И, кстати, к слову, хочу сказать, что эта проблема, она именно в силу своей вот такой вот необычности, ведь впервые обратила на себя внимание не светских историков, а вот у нас в новейшей историографии, если мы будем про это говорить, как это ни странно, первые внимания на это обратил, ну, ныне это митрополит Крымский Тихон Шифрукнов, который, будучи ректором еще Сретенской духовной семинарии столичной, одному из своих студентов, по-моему, это был год 2007-2008, дал такую дипломную работу и поставив цель, чтобы тот не просто дал исторический обзор, ну, и, в общем, попытался ответить на вопрос, а что же на самом деле произошло. Мы подготовили к обжарке наши замечательные грибы, лук. Давайте теперь поменяемся, я буду обжаривать, а вы тогда поработаете с рыбой. Давайте попробуем. Сейчас, секундочку. Замечательно. И все-таки, Александр Анатольевич, вот когда мы говорим про протесты семинаристов, какие бы вы факторы могли выкинуть основные? Ну, здесь я могу выделить несколько основных факторов, которые, в общем и целом, в выявлении которых я не являюсь первопроходцем, потому что ведь на подобные темы и до меня писали. Мой вклад в науку в данном случае был обусловлен тем, что я ввел в оборот казанские документы и именно отследил в этом плане вопрос именно казанской духовной семинарии. И помимо, собственно, проблем, связанных с внутренним устройством учебного заведения и той очевидной ситуации, которая тогда не только в казанской губернии сложилась, но и в целом в империи, это прежде всего постепенное разрушение вот этих вот традиционно-религиозных представлений об устройстве мира, общества, да, росте атеистических, материалистических настроений. Это все было на самом деле. Может, мы можем сказать, что семинаристы? Не все, далеко не все. Вот здесь вот нужно сделать поправку на то, что здесь, конечно, нужно избегать вот этих вот неоправданных обобщений. Была определенная часть, но она была почему-то самая активная, да, которая, в общем-то, уже не ассоциировала себя с преданностью православному вероучению, каким-то религиозным нормам и религиозным ценностям, но этого было мало, действительно, да, можно было просто уйти из учебного заведения и с этим покончить. Вопрос заключался в другом. Вопрос заключался в том, что у нас в Казани сложилась очень интересная ситуация, которая, ну, вот буквально, ну, как неожиданно открылась в результате исследований. И заключалась она в том, что у нас, как это ни странно, было очень много молодежи в городе. Вот для того, чтобы раскрыть вот этот вот фактор, здесь нужно понять одну простую вещь. Ну, действительно, семинаристы, молодые люди в возрасте 16-17 лет, да, такие энергетически заряженные, как все молодые люди. Их было очень много, как в учебном заведении в целом, численность которого интенсивно росла на рубеже двух веков. Так и в общем и целом молодежи было в городе настолько много, что они своим фактом своего присутствия в городе, который по площади был очень и очень небольшой, создавали невероятно интенсивное давление на социальную среду. Ну, в частности, вот, например, по данным первой всероссийской переписи населения, численность населения города Казани составляла около 130 тысяч человек, да. Учащейся молодежи в городе насчитывалось почти 15 тысяч человек. Это на очень небольшой территории. И, разумеется, что все это закономерно приводило к тому, что молодежь пыталась найти себя вот в том социальном пространстве, в котором приложить силы, конечно, безусловно. И она в связи с этим очень легко попадала под влияние различных антиправительственных сил, шла на поводу этой пропаганды. И, в общем, становилась легкой добычей революционных, и в том числе террористических организаций. Ну, а учитывая тот факт, что семинаристы происходили в социальном плане преимущественно из сельской местности, это были отпрыски зачастую сельского духовенства, да. Они были чрезвычайно близки к крестьянам. А какая партия у нас отражала интересы? Ну, народники это 60-70-е годы, а на рубеже 19-20 веков, конечно, это партия левых эсеров. Это левые эсеры с их, скажем так, специфическими подходами к достижению своих собственных целей. Ну, нам известно, да, что эсеры... У нас в Казани, кстати, практически не было большевиков. У нас были социал-демократы, ну, и на определенном этапе себя стали проявлять левые эсеры, которые, в общем-то, прежде всего были озабочены судьбами многочисленного, самой многочисленной группы крестьян. Вот и все, и круг замыкался. Чего начались? Это вообще протестные движения, это что-то единое? Или это набор разных событий? Ну, на самом деле, когда мы исследовали, а я подчеркиваю, что мы, потому что были и научные руководители, я писал диссертацию, будучи аспирантом Института имени Шигабудина Маджария, Академии наук Татарстана. И, безусловно, и старшие коллеги читали мою работу, и мы обсуждали все эти вопросы. Ведь представление о том, что это именно движение было, а не некие спорадические, не связанные друг с другом акты, пришло несколько позднее. То есть нам удалось обнаружить определенную логику в развитии, собственно, этих протестных настроений, которые позволили сказать о том, что это было действительно единое движение. Началось с того, что казанские семинаристы впервые начинают себя проявлять в 60-е годы, так же, как по мере роста напряжения в губернии, связанных с отменой крепостного права, то есть с началом преформенного времени, и, соответственно, известных событий в деревне Безнаспасского уезда Казанской губернии, да, и известно, что отдельные семинаристы Казанского духовного семинария тогда уже в 60-е годы принимали участие в Казанском заговоре, но это все были отдельные случаи. А вот, собственно, если мы говорим о таком неком более крупном явлении, да, массовом, с привлечением более широкого круга лиц, семинаристов, как действующих, так и бывших, это приблизительно середина 90-х годов 19-го века. У нас уже подрумянились грибы, самое время добавлять раеву. Александр Анатольевич, пожалуйста. Пожалуйста, давайте я вам сейчас. Пожалуйста. Красота. Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, каковы были действия преподавательского состава? Ну, явно они это не поддерживали. Наверное, корректнее было бы поставить вопрос о том, каковы были действия священно-началия гиперкиального, да, поскольку руководство духовной школы в той мне степени все-таки подчинялось. Ну вот, а во-вторых, ректората и, соответственно, той инспекции, которая непосредственно взаимодействовала с семинаристами, потому что все-таки это было образовательное учебное заведение. Хотя нужно отметить, что инспекция тогда в то время была и в университете. Вот. То есть учебные заведения воспринимались не просто как образовательные, но и, что самое главное, как воспитательные цены. Каковы были их действия? Ну, прежде всего, здесь необходимо отметить полную растерянность. Вот мне пришлось читать документы, переписку между ректором и правящим епископом. Это была абсолютно полная растерянность, потому что встреча вот с таким вот поведением семинаристов, ну, давайте вот себе представим, вечером после посещения молитвы семинаристы начинают со стервенением, например, крушить мебель и бить стекла. Ну, согласись, это не логичное поведение, да, но совершенно очевидно, что тем самым они хотят что-то сказать. Вот. И в последующем ожесточённость подобных актов, она всё более и более увеличивается, да. Вот. И поэтому в данном случае, конечно же, подходы к решению этих проблем были вполне себе стандартные. Выявление зачинщиков и их исключение наказаний, исключение из духовной школы. Этим и ограничивались, но, как показала практика, к сожалению, эти меры не приводили к желаемому эффекту. Протест, насколько я себе это понимаю, это вынужденная мера всегда, наверное, когда нет каких-то легальных способов привести. Да вот нет, вы знаете, на самом деле, с одной стороны, действительно, в Казанской духовной семинарии и в целом, как в семинарской системе образования, в общем и целом, система воспитания была достаточно жёсткой, она была в некотором смысле даже чересчур жёсткой, да. За семинаристами следили, за семинаристами наблюдали. Запрещалось то, что разрешалось, например, обычному светскому студенчеству, но оно и закономерное, это религиозное учебное заведение. Вместе с тем, говорить о том, что положение семинаристов, в частности, казанских семинаристов, оставляло желать лучшего, имеется в виду экономическое, не приходится, потому что я проанализировал, например, документы, касавшиеся содержания воспитанников в духовной семинарии. Вы знаете, я вам так хочу сказать, любой бы светский студент обзавидовался, потому что это было трёхразовое питание. Да, не все воспитанники содержались за государственный счёт, были и свои кошные воспитанники, были воспитанники полуказённо-кошные, да. Но всё-таки, тем не менее, следует сказать, что семинаристов худо-бедно накормили, причём суммы, ассигнованные на пропитание, на обмундирование, они постоянно росли. Вот, поэтому-то, собственно, когда и жандармерия, и полиция задаются вопросом, а что, собственно, произошло, да, да, ну неужели от голода? Нет, не от голода, на самом деле, голодными считать не приходится. Ну всё, у нас уже всё приготовилось, осталось это залить сливками. Александр Анатольевич, можно вас попросить? Да, пожалуйста, конечно. Держите. Спасибо. И томить. Макароны с сёмгой и грибами. Макароны заранее отварили. Репчатый лук мелко нашинковали, грибы и сёмгу нарезали небольшими кусочками. На сковороде на растительном масле обжарили лук, затем по очереди добавили грибы и сёмгу. Когда все ингредиенты практически приготовились, приправили солью, залили сливками и томили на медленном огне до готовности. А пока томится наше основное блюдо, я предлагаю перейти к приготовлению быстрого вкусного салата. Как мы его с вами назовём? Я думаю, что если в тему нашей сегодняшней встречи, то мы его просто назовём салат студенческий. Замечательно. Так и есть по сути, да? Продукты базовой комплектации, что называется, в доступе. Тогда вы на себя возьмёте огурцы и помидоры, а я капусту. Хорошо. Отлично. Александр Анатольевич, а как реагировали органы местной власти, правительственные власти? Органы местной власти реагировали достаточно интересно. Ну, пока семинарский протест не выходил за грани, так сказать, за политические границы, то они просто наблюдали и оказывали всемирную поддержку администрации духовной школы. Кстати, я ведь этот момент не отметил. Духовный семинар ведь тогда располагался на улице Воскресенской, сегодня это улица Кремлёвская, сегодня в этом здании находится институт геологии и нефтегазовых технологий, если не ошибаюсь. То есть это самый центр города, и фактически полкилометра от университета. И поэтому, да, строго наблюдали за тем, что происходит. Иногда администрация духовной школы приглашала полицейских для того, чтобы они, так сказать, самим фактом своего присутствия несколько усмиряли пылу молодых людей. До времени это удавалось. Ну, а потом, когда семинаристы перешли уже к более радикальным формам протеста, на участие, например, к организации террористических фактов, открытой антиправительственной деятельности, то в общем и целом здесь уже пошли аресты, задержания и прочее, прочее, прочее. Как сложились в основном судьбы протестующих? Вы знаете, здесь на самом деле я в исследовании лишь отчасти ставил перед собой этот вопрос, но в общем и целом, наверное, знаете, как Владимир, вот эта вот философия истории, она нашла свое подтверждение. Помните, это у Диму Лена, по-моему, заметила фраза? Революция, как Юпитер пожирает своих собственных детей. И, к сожалению, вот ситуация сложилась трагикомическим образом, ведь у нас после прихода, после известных революционных событий, ну, понятное дело, кто-то из них погиб на фронтах Первой мировой войны, кто-то на фронтах гражданской войны, ну, а кто-то из них дожил до времени большого террора и уже, собственно, окончил свою жизнь. При Сталине, кстати, тоже воспитателька духовного учебного заведения, да, вот в этом как раз-таки трагедии заключается, да, знаменитая фраза, если вы как историк, наверное, ее помните, да, одного английского историка и социолога, революцию замысливают романтики, романтики осуществляют фанатики, да, а пользуются ее плодами, пользуются отпетые негодяи и машинники. Да, или мерзавцы, в другом переводе, да. Так, ну все, у меня огурцы готовы, тогда я, с вашего позволения, в специальное блюдо их и пересыплю аккуратненько и примусь уже, соответственно, за помидоры. Ну, здесь я хотел бы, знаете, что сказать прежде всего? Конечно, я бы не хотел демонизировать этих молодых людей, которые, безусловно, среди них много было очень талантливых и способнейших молодых ребят. Ведь представьте себе, да, они оказывались в результате, ну, кто-то вполне целенаправленно и осознанно вливался в революционные ряды, а кто-то оказывался втянут волей случая или солидаризовался со своими товарищами семинарскими. В какой момент мы можем фиксировать, что протестное движение пошло на свадьбу? Протестное движение семинаристов, ну, во-первых, давайте отметим, да, все-таки некоторые формы его выделим, какие? Там были пассивные формы вполне себе. Ну, вот, например, одна из самых известных пассивных форм – это тайные передвижные библиотеки. Семинаристы, так же, как и студенты, кстати, университета, так, Владимир, я сюда, да? Так же, как и студенты университета создавали тайные библиотеки и просто читали литературу, ну, какую? Западную, прежде всего, да, это… Карл Маркс. Да, Карл Маркс, не только, кстати, увлекались ницше. А что интересно, для казанских семинаристов идолом был, например, как это ни странно, Лев Николаевич Толстой с его толстовством, с его нравственным учением. Тоже, в общем, антиправительство. Да, конечно, в той или иной степени, само собой, да? Ну, вот, была такая форма, например, ну, в казанской духовной семинарии таким образом себя ярко отметил кружок Степницкого, Сергея Степницкого. Вот я родом из Тетюшского района Республики Татарстан. Это мои непосредственные земляки. Там была целая семья, кто-то старше, кто-то младше, и все они стали отпорские местного священника, села Ямбухтина, Тетюшского уезда, казанской губернии, они все стали революционерами. Вот. Были, например, бунтарские формы, предположим, да? В частности, например, ну, что такое семинарский бунт, например, это массовое побоище с разгромом мебели, окон и прочего, и прочего, и прочего, да? Такое вот устрашение администрации. А были другие, более такие конвенциональные и выдержанные формы. В частности, например, как-то ни странно, наш город Казань отметился созданием Временного Центрального Организационного Совета Семинаристов. Это централизованная организация. Инициатива принадлежит нашим казанским воспитанникам, которые попытались на своей базе создать Всероссийскую Семинарскую Организацию, которая бы разработала требования, которые они планировали выдвинуть Святейшему Правительствующему Синоду. Ну, эту организацию жандармерии достаточно быстро разгромило, уже в 902 году. Что вернуло протест казанских семинаристов на улицы. Они приняли активное участие в революционных событиях 1905-1907 годов. И вот после этого мы можем говорить о том, что семинарское протестное движение пошло на спад. Наш салат практически готов. Остались какие-то маленькие штрихи. Заливаем мы соусом собственного приготовления. Здесь у нас специи, масло, соль и лимонный сок. Свежевыдавленный, можно сказать. Отлично. Сейчас мы перемешаем и перейдем к дегустации. Салат студенческий. Капусту нашинковали мелкой соломкой. Огурцы и помидоры нарезали небольшими ломтиками. Для заправки смешали растительное масло, соль и сок половинки лимона. Все подготовленные ингредиенты переложили в глубокую салатницу, посыпали измельченным укропом, залили заправкой и хорошенько перемешали. Мы с вами переходим к дегустации. И, наверное, финальный вопрос в сегодняшней передаче. Александр Анатольевич, может ли повториться все то, что с нами случилось в начале 20 века? В контексте этой темы, которую мы с вами сегодня обсуждали? Нет, я глубоко в этом сомневаюсь, потому что все-таки я считаю, что ситуация кардинальным образом изменилась. Да и вообще, если говорить, то, конечно, церковь сделала определенные выводы из всего этого. И сегодня, слава богу, я думаю, что подобное уже невозможно. Это все является таким эпизодом историческим, из которого, в общем-то, я думаю, что не только, собственно, церковь, но и все остальные извлекли достаточно хорошие уроки для себя. Да и в этом смысле я бы хотел сказать еще раз подчеркну, что ведь в протесте казанских и других семинарий принимал далеко-таки не вся часть воспитанников. Многие были преданы православному христианскому вероучению, преданы церкви. И те люди, которые вышли из стен этих учебных заведений, они в том числе ведь и украсили и нашу культуру, и нашу науку. Вспомним Василия Осиповича Ключевского, Ивана Петровича Павлова, великого физиолога, выпускник духовной семинарии, Сергей Михайлович Соловьев, выпускник духовного училища, священника. Ну, не весь, но в общем и целом, да, мы можем говорить о том, что не только бунтарями, но и вполне себе достойными людьми был представлен сон воспитанников духовных учебных заведений конца 19-го, начала 20-го века. Спасибо большое, спасибо за такую интересную, важную тему. Предлагаю переходить к дегустации. Отлично. С чего начнем? Ну, давайте сначала с рыбки. Отлично. Попробуем. По-моему, получилось очень хорошо, да? Очень хорошо. Очень вкусно. Целая палитра, палитра вкуса. Вот такие макароны сегодня едят студенты. И преподаватели. В студии, да. Так, давайте попробуем салатик. Салат тоже получился на салу. Да, очень свежий салат, и лимон немножко кисленько отдает, вместе с солью, это очень гармоничный, приятный вкус. Да, вкусно. Да. Спасибо большое, Александр Анатольевич, за то, что пришли сегодня в нашу студию. А мы будем и дальше приглашать историков, философов, социологов, представителей самых разных областей научного знания. Будем встречаться с ними в нашей студии и беседовать о самых разных темах. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова